Привет, привет всем! Наверное, каждый задавался вопросом о КПТ двигателя внутреннего сгорания. Коэффициент полезного действия. Это характеристика эффективности системы, устройства, машины. Ведь чем выше этот показатель, тем эффективнее работает силовой агрегат. Самым эффективным на данный момент времени считается электрический тип двигателей. Ее КПД может достигать 190-95%. А вот у моторов внутреннего сгорания, будь то дизель или бензин, он далек от идеала. КПД для бензиновых агрегатов равен максимуму 20-25%. Большая доля энергии, полученная при сгорании топлива, расходуется на потери. И лишь малая часть непосредственно на полезную работу двигателя внутреннего сгорания. У дизельных моторов коэффициент полезного действия находится на уровне примерно 40% и достигает максимум 50%. И более при наличии турбонагнетателя, который используется повсеместно и превращает двигатель в более эффективную установку. Современные варианты моторов намного эффективнее своих предшественников. Сами подумайте, раньше двигатель 1,6 литров выдавал всего 60-70 лошадиных сил. А сейчас это значение может достигать 130-150 лошадиных сил. Коэффициент полезного действия двигателя равен отношению полезной работы к полной работе. То есть, если легко представить, А. Полная работа, производимая при сгорании топлива, А. Полезная. Это работа, которая преобразуется в полезной механической энергии для приведения автомобиля в движение. Коэффициент КПД всегда меньше единицы, то есть меньше 100%. Так как пока никому не удалось создать двигатель, Который одну энергию преображает полностью без потерь в другую энергию. И если это вам удастся, то с большой вероятностью вечная слава вам гарантирована. Если при сгорании бензина только 20-25% преобразуется в полезную энергию, Куда теряется остальное? На этом схеме можно получить приблизительное понимание, Куда теряется остальное. Раньше на старых двигателях примерно 25% топлива просто терялся вместе с выхолопными газами И уходило через клюшитель в атмосферу. Как мы знаем из моих предыдущих видео, Современные инженеры делают все для того, Чтоб в камере сгорания бензин сшигался максимально полностью. Для этого была придумана инжекторная система, Система дозировки бензина и кислорода и так далее. Также в современных двигателях активно устанавливается система турбо-наддува Для получения большей мощности при минимальном утрате топлива. Второе это топливные потери. На все это еще до 35% потери КПД. Двигатель прогревает себя и множество других элементов, Таких как радиаторы, свой корпус, жидкость, которая в нем циркулируется. Также часть тепла уходит с выхлопными газами. Третья важная причина потери коэффициента полезной действий, Это механические потери. На всякого рода поршни, шатуни, кольца, все вместе, где есть трени. Сюда можно отнести и потери от нагрузки генератора. Например, чем больше электричество вырабатывает генератор, Тем сильнее он тормозит вращение коленвала. В бензиновых двигателях основном этим и обусловливается низкое КПД, Чем в дизельных движках. Так как на генератор в бензиновых приходится больше нагрузки, Так как он снабжает работу свечей и катушек зажигания, В отличие от в дизельных движках. Законы физики никто пока еще не отменял, И трение невозможно победить. Механические потери никак не избежатся. Смотрим и сравниваем эксплуатационные характеристики топливных двигателей. Существует ли идеальный агрегат, Демонстрирующий КПД, приближающийся к 100% в величине? Ответ положительный. Такой высокой эффективностью может похвастаться электронный мотор, КПД которого доходит до 90-95%. Экологически чистые силовые установки активно пробивают себе дорогу в будущее, И это касается не только автомобильной, но и мотоциклной, и другой промышленности. Ну и в конце видео хочу попрощаться и просьба подписаться на канал, Нажать на колокольчик и активно принять участие в обсуждении и комментариях. Спасибо всем за внимание. Продолжение следует...